Осенняя симфония, которую разучивает Богдан, прозвучит в скором времени на дне рождения мамы. Младший из троих сыновей всегда отвечает за игру на фоно по праздникам. Домашний концерт в семье Король – это традиция. У нас есть традиция наряжать елку перед Новым годом всей семьей. На Рождество ходить в баню, разжигать камин, сидеть возле камина. На крещение мы обязательно едем купаться на Днестр. Также каждую выходную мы устраиваем посиделки возле костра на улице. И пусть не всегда получается собраться полным составом, сейчас, например, за столом нет папы, но явка к маме обязательно, если сегодня День сыновей. Он отмечается ежегодно 22 ноября. Станиславу 30. Он не только старший товарищ, наставник и защитник для Елисея и Богдана, он еще и мамина правая рука. Разница между старшим и младшим сыном – 17 лет. Стас отвозил маму в роддом. Вместе с родителями менял пеленки, укладывал спать малышей, кормил братьев. На него можно было не просто положиться, но и полностью доверить воспитанию. Пацанам важна какая-то, чтобы движуха постоянно происходила, да, атмосфера. То есть они не сидят на месте с Елисеем и постоянно бесились с Богданом. Так же самое я со своим сыном, он, когда я прихожу с работы, он просто кайфует. И начинаются такие драки там, ну, подушками покидаться. Крепкое слово надежнее, чем крепкий кулак. Так родители учили их, и так теперь молодой папа воспитывает своего первенца. Кстати, снова сына. Это, как шутят в семье с мужественной и властной фамилией, король передается по наследству. У отца семейства тоже двое братьев, а мама, Ольга, называет себя Розой в этом саду. Розой не без шипов. Я женщина сильная и очень властная, вот даже дети взмехнули, скажем так, железная леди. Со временем я поняла, что только любовью, только лаской, только теплотой, только через понимание мы сможем достичь того общения, да, душевного, теплого в доме. Той атмосферы, того уюта и доброжелательности, чего я добилась вот на сегодняшний день. Семью «Король» в республике знают многие. Ансамбль «Притяния» и «Овация», «Декад Каченко» и «Шелковик» на сцене они провели всю жизнь, а дети все время были за кулисами. Так и появилась страсть к светотехнике, звукорежиссуре, игре на инструментах. Сейчас они создают собственную музыку. Что посоветовать тем, кто мечтает о рождении мальчика, в семье «Король» не знают. Ирония в том, что каждый за этим столом ждет, когда же мужскую компанию разбавит девчонка. Но по своему опыту многодетная мама понимает – не родители, а дети выбирают, в какой семье родиться.